В клубе ветеранов войны и труда дружба пожилые люди вместе отмечают праздники, дни рождения, переживают горе и радость. Сегодня повод особенный – День Великой Победы. Олег Петрович, разрешите от нашего клуба поздравить вас с Днем Великой Победы. Эта победа нелегким трудом нам досталась. Поэтому пожелать вам счастья, здоровья, удачи, так как вы член нашего клуба, ветеранов войны и труда. Мы желаем вам счастья, здоровья, удачи и долгих лет жизни. Этому клубу уже 7 лет. Его члены постоянно созваниваются. Два раза в месяц встречаются. Большое помещение любезно предоставил ЖЭК. Мы чувствуем себя все молодые. У нас даже некоторые приходят с палочкой. И когда начинает у нас играть музыка, у нас в сторону оставляют палочку и начинают танцевать. В этой дружной семье те, кому от 50 до 85 лет. Но возраст они не ощущают. Говорят, душа молодая. Неделю назад мне пошел только 84-й год. Еще только 84-й. Как вы себя чувствуете в этом году? Я чувствую бодро. Спасибо вам всем за улыбки. Среди улыбок я живу. С каждым днем я молодею и за 100 лет я проживу. 76. Исполнилось недавно. Что придает силы? Я хожу в хору, я хожу танцевать. И вообще надо быть просто добрым человеком. Это придает силы. Мне 82 года. Чувствую я себя бодро. Я не чувствую своих лет. Я чувствую, как будто бы мне еще совсем-совсем... Как молодая. Я недавно освоила компьютер. Вот свои 82 года я освоила компьютер. И теперь общаюсь по скайпу со своими детьми, которые живут в Канаде и в Японии. И поэтому я счастлива, что я дожила до таких лет. У прошедших испытания войной несгибаемая воля и неиссякаемая жажда жизни. Для многих наши ветераны – пример для подражания. Дождикным вечером, 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 когда белорус, как разградом делать нечего. Мы не жили все за столом, поговорим о том, о том, о том и нашу песенку любимую споем. Марина Павлова, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова